Здравствуйте, уважаемые друзья. В эфире программа «Тема дня комментарий» в студии Ирины Чекунова. А в гостях у меня Дмитрий Завьялов, заместитель начальника УФСИН России по Тверской области, полковник внутренней службы. Здравствуйте, Дмитрий Андреевич. Вы курируете очень важное направление в уголовно-исполнительной системе. Это производство. Сколько сейчас у нас осужденных, который задействован в производстве? Процент у нас достаточно хороший. На данный момент порядка 95% от подлежащих обязательному привлечению к труду у нас трудоустроено. Подлежащих обязательному привлечению к труду. То есть труд на благо общества, скажем так, это обязанность человека, который находится в местах решения свободы. Обязанность предусмотрена уголовно-исполнительным кодексом. То есть его не надо заставлять, не надо ничем, все должен, так будь добр, да? Заставлять это относительно. Обязанность есть. Естественно, есть осужденные, кто не желает трудиться. Такие осужденные у нас нарушители режима содержания признаются злостными и помещаются в соответствующие строгие условия отбывания наказания. Штрафные изоляторы, помещения камерного типа. Но и там все равно оборудуются рабочие места. И мы полномерно, постепенно пытаемся и ту категорию нерадивых граждан привлечь к труду. Ну, от ШИЗО тоже. Там от труда не уйдешь в ШИЗО называется, да? И тем не менее он не хочет работать, но иски у него есть. И часть этой заработной платы ведь идет на возмещение этих исковых обязательств. Да. При наличии исковых обязательств, осужденного, который трудится, трудоустроен, работает, получает заработную плату на лицевых счетах, для личного пользования остается не более 25%. Какие виды производства сейчас у нас в местах лишения свободы? Традиционно это металлообработка, деревообработка, швейное производство и переработка различных материалов. У нас есть в том числе, допустим, переработка пластика. То есть мы канистры или другой пластик дробим, изготавливаем гранулы. То есть это перерабатываете, да? Переработка есть, билеты изготавливаем тоже. Это переработка деревообрабатывающих отходов. Отходов деревообработки. За свой труд обязательно человек получает заработную плату. Это вопрос тех, кто говорит, что осужденные работают как бесплатная рабочая сила. Нет, такого нет. Статья 105 Уголовного исполнительного кодекса определяет, что размер заработной платы осужденного при выполнении нормы выработки и полностью отработанной нормы рабочего времени должно составлять не меньше минимального размера оплаты труда. На данный момент это 19 242 рубля. Есть передвики? Передвики есть, но есть и кто не выполняет. Ну как и здесь, да? Все то же самое. С кем сотрудничаете в основном? Я знаю, что у вас развито взаимодействие с государственными и муниципальными структурами. Достаточно неплохое взаимодействие у нас организовано и с федеральным органом исполнительной власти Тверской области, и с муниципалами. Мы периодически организовываем два раза в год и пресс-туры, и приглашаем представителей муниципальных образований Тверской области, и регионалы к нам прибывают. Мы всем показываем, рассказываем, и после этого заключаем контракты. Порядка, если мне память не изменяет, порядка 136 контрактов именно с организациями Твери, то есть это и комитеты различные, и школы, и так далее. Да, мы заключили за прошлый год. А бизнес, сообщество, как реагирует на рабочую силу в местах решения свободы? Сказать отлично, это не сказать ничего. Да? И что? Одно время, потому что думали, ну это уже много лет прошло, как привлечь думали, да? А теперь? Желающих действительно много, желающие есть. Есть учреждения, где они стоят прямо в очередь, вот, и есть такое, ну, к сожалению, есть те учреждения, которые у нас удалены от областного центра, такие, например, как Нелидово, да, или Андреапо, да, достаточно далековато находятся, там, конечно, очереди нету. Там пока еще есть и свободные трудовые ресурсы, и свободные площади. Поэтому всех ждем, приглашаем. Труд — это еще и великий воспитательный момент, да? Вы ведь обучаетесь тем специальностям, которые нужны не только в данной исправительной колонии, да, но и в будущем, да, на свободе человеку, чтобы он не остался без копейки. Да, значит, ну, в каждом учреждении, исполняющем наказание, есть филиал, либо профучилище, соответственно, обучаем мы на данный момент в этом учебном году по 18. 15 специальностям структура следующим образом, то есть сначала производственная служба конкретного учреждения подает заявку в профучилище, какие специальности необходимы, в каком количестве в этом году. В первую очередь мы обучаем для собственных нужд. Второй момент — это то, что у нас замена видорежима для наших ицев, уфицев и так далее, для принудительных работ. И третьей уже очередь рассматривается потребность рынка труда Тверской области, потому что мы точно так же ведем статистику и общаемся, и предоставляем службу занятости информацию, кто у нас учится, как он учится и так далее. И также спрашиваем с них, сколько было фактически трудоустроено. Да, это важно, чтобы человек снова не попал к вам в место решения. Основное средство исправления — это труд. Да, для чего иначе вы нужны. Где жители, законопослушные жители Тверского региона могут ознакомиться с вашей продукцией? В первую очередь на сайте Усть-России по Тверской области есть каталог продукции, и там можно, соответственно, все посмотреть. Второй момент — постоянные действующие экспозиции у нас — это на улице Вагжанова, где наше столово находится. Там несколько витрин с продукцией. Ну и на выставках, которые мы проводим в областной столице. Тем более, что сейчас, 12 марта, мы сейчас с вами встречаемся в преддверии юбилея службы, исполняется 145 лет УФСИН России. Вы также порадуете жителей областной столицы своей продукцией. Где это можно увидеть? Ориентировочно 13 числа в ДК «Пролетарка» будет организована выставка продукции «Выпускаем учреждениями». И далее, 16 числа, то же самое, на улице Достоевского, также будем организовывать выставку. Порядка пяти учреждений представить свою продукцию, где можно будет ознакомиться при желании приобрести. Я так поняла, что осужденные вносят существенный вклад в развитие нашего Тверского региона своим трудом. И некоторые продукции, которые вы видите на прилавках, уважаемые телезрители, это изготовлено именно руками осужденных, которые перевоспитываются в восприятия учреждениях Тверского региона. С наступающим вас праздником, Дмитрий Андреевич. Здоровья, спасибо, что пришли к нам. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях был Дмитрий Завьялов, заместитель начальника УФСИН России по Тверской области, полковник внутренней службы. Здоровья, до свидания.